Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Мы с вами начали разговор о Брежневско-Андроповско-Черненковской эпохе. И сегодня поговорим о том, как развивался Советский Союз в социально-экономическом отношении в этот период с 1964 по 1985 год. Как известно, этот период, в первую очередь Брежневский период, называют эпохой застоя. Значит ли это, что в советской экономике тоже был абсолютный застой и ничего никуда не менялось? Вот с этим мы с вами сегодня и попытаемся разобраться. Первое, конечно же, что возникает, когда говорят об экономике эпохи Брежнева, это знаменитая экономическая реформа 1965 года, которую называют Косыгинской экономической реформой. Алексей Николаевич Косыгин. Человек очень интересный. Человек, который поднялся на высокие государственные должности еще при Сталине. И некоторые даже его считают членом знаменитой ленинградской группы, гждановской группы, которая была разгромлена в конце 40-х годов, пострадала в результате ленинградского дела. Однако сам Алексей Николаевич Косыгин при этом не пострадал и продолжил свою государственную карьеру. В конце концов, в 1964 году, после смещения Хрущева, Алексей Николаевич Косыгин становится премьер-министром, то есть председателем Совета Министров, главой правительства Советского Союза. Никита Сергеевич Хрущев в качестве государственного руководителя известен как великий реформатор. Но знаете, есть такие реформы, после которых нужно еще одну реформу проводить, чтобы наконец привести в порядок то, что нареформировал предшественник. И вот здесь мы имеем дело именно с таким случаем. Советская экономика в конце хрущевского правления испытывала вполне очевидные трудности, и эти трудности попытались преодолеть той самой реформой, которую называют именем Косыгина. Впрочем, не только Косыгина. В том, как должна развиваться советская экономика в послехрущевский период, столкнулись две идеи. Одна идея связывается с именем профессора экономики Харьковского университета Евсея Григорьевича Либермана, который говорил о том, в своих статьях и в своих обращениях в высшие партийные органы, говорил о том, что чтобы реформировать советскую экономику, нужно добавить в нее немножечко рынка и капитализма. Нужно сделать упор в советском производстве на такой показатель, как прибыль. Важно не то, насколько производство советское удовлетворяет потребности советских граждан, а насколько оно прибыльно с чисто экономической точки зрения. Другая точка зрения говорила о том, что нужды в введении немножечко капитализма в социалистическую экономику по большому счету нет. Необходимо просто усовершенствовать систему управления нашей экономикой, советской социалистической экономикой, и здесь могла бы помочь нам информатизация. Вторая точка зрения связывается с именем Виктора Михайловича Глушкова, замечательного советского математика и информатика, разработчика первой в Советском Союзе персональной электронно-вычислительной машины, который предлагал создать знаменитый ОГАС. Сегодня вопросы об этом самом ОГАСе.